Всем привет! Здесь играет Ларс И по сути дела мы доигрываем Третий сезон карьеры за сельту Потому что в целом Все уже понятно Что у нас тут будет происходить В дальнейшем У нас отыграно уже 28 туров 64 очка Третье место Отрыв от четвертого 13 очков и матч в запасе То есть плюс 16 За 9 матчей до конца 16 очков не отыгрываются Это невозможно Только если мы все, конечно, не проиграем подряд Но будет сложно, знаете ли, просрать сразу Алавесу, Вальякану Уэски и Хитафы Четыре матча подряд Так что Не думаю, что Тут что-то у нас Пойдет не так Топ-3 мы себе уже обеспечили На второй строчке сейчас Мадридский Реал С 65 очками Но поскольку Матч в запасе У нас все еще плюс 2 По потерянным А вот от Барселоны Точнее Барселона От нас уже оторвалась Плюс 11 И 10 туров до конца Опять же Не отыгрываем Да Возможно Барселона еще где-то оступится Может быть Но шансы на чемпионство Скорее всего Мы в этом сезоне потеряли У нас впереди Финал Кубка Который пока еще неизвестно с кем Потому что Реал и Барселона Пока еще не разыграли Свой ответный полуфинал И единственная интрига Которая у нас осталась На концовку сезона Это Что у нас получится В четвертьфинале Лиги Европы И против кого мы там Собственно будем играть Поэтому В скором времени Должна быть жеребьевка И мы на нее Обязательно с вами посмотрим Все остальное В принципе Я думаю как До конечных стадий Лиги Европы До которых мы доберемся Плюс Финал Кубка Короля Мы с вами Добьем В той тактике В которой есть Все оставшиеся матчи В зависимости от того Будет там какая-то интрига Или нет Единственная интрига Насчет расположения Мест с мадридским Реалом И то так себе Потому что Ла Лига не платит Премиальные За полученные места Поэтому Тут второе Третье место Вообще без разницы Вот Все остальные матчи Там потом Когда уже Ничего особо Не будет Я планирую Провести Немножко Наверное По другой тактике Посмотрим Что из этого получится Вдруг Какие-то Плюшки Для себя Оттуда извлечем И возможно Это будет Основная тактика На следующий сезон Впрочем Это все Планы 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 Нам Надо бы Уже Играть Потихоньку Как я сказал Впереди у нас Алавес Валиякан Уэска И Хитафы Не самые Непроходимые Соперники Плюс Я очень надеюсь Что где-нибудь В этот промежуток Времени Нам засунут Что-то из Лиги Европы Потому что Всю серию Играть с Утсайдерами Ла Лиги Тоже не особо Весело Да Здесь вангуются Четыре победы Из четырех Но Кому они Нахрен Сдались Вот такие Вот пироги Друзья Товарищи Ну что ж Заряжаем свои лайкометы Оставляем комментарии Подписываемся На канал И не забываем Про колокольчик А мы Собственно Поехали У нас Впереди Алавес Потом Перерыв На матче Сборных Регины Возможно Кстати говоря Сегодня Возможно Еще на Регинов Посмотрим Ну и там Дальше уже По обстоятельствам Поехали Приглашаю вас На жеребьевку В прямом эфире Поехали Поехали На этом этапе Проходит Жеребьевка Четвертьфинала И полуфинала Сразу Так что Всю сетку Мы Обязательно С вами Сейчас Увидим И На что Мы Сможем Рассчитывать В этой Сетке Ну что ж Поехали Начинаем Жеребьевку Ее опять Проводит Андрей Шевченко И Собственно 8 команд Претендующих На победу В Лиге Европы Этого сезона Челси Милан Брюгге Андерлехт Анкара Гючу Аталанта Герта Сельта Ну что ж Выбираем Скорость Х2 И Начинаем Жеребьевку Первого матча Одной Четвертой Финала Лиги Европы Поехали Итак Первая Команда Из корзины Челси Кто же Будет Противниками Кто же Кто же Челси Милан Вот это Максимально Эпично Конечно Но хорошо Что Ни одни Из них Нам не Достанутся Второй Четвертьфинал Брюгге Против Кого Против Кого Я Предпочел Анкара Гючу Брюгге Андерлехт Чисто Бельгийский Четвертьфинал Дальше Дальше Смотрим Анкара Гючу Туркам Достается В четвертьфинале Аталанта Значит Нашими Соперниками Будет Герта Еще Одни Немцы Сколько Можно С С С С С Еле Разобрались Тут Еще Герта Будет Эпично Конечно Да Ну что ж Это у нас С парой Четвертьфинала Очно Не встречались Так Идут Они идут Восьмыми В Бундеслиге Интересно Возможно Будет Кстати Даже Попроще Чем Против Файнтахта Ну посмотрим Так С одной Четвертой Разобрались Что Теперь Полуфинал Заново Начинать Так Ну мы Это уже Слушали Я включу Жеребьевку Поверх Гимна Вы только что Наблюдали Как нас Пронесло Нашими Соперниками По полуфиналу Станет Скорее всего Аталанта Но возможно И турки Анкара Гючу В общем-то Дорога К финалу Открыта Господа Полностью Открыта И в финале Мы встретимся Либо с Челси Либо с Миланом Я подозреваю Как-то так Ну что ж Скрестив пальцы Ждем встречу С Гертой А дальше На кого Кривая Выведет Ну что ж Матч против Лавеса Добро пожаловать Открывает Нашу сегодняшнюю Серию Ну как Открывает Мы ее уже Открыли Жеребьевкой Лиги Европы Но Именно Экшен Начинается Сейчас И в этом Экшене Не примут Участие Хосе Фонтан Со средней оценки 6.52 За последние 5 матчей Его у нас Подменит Кто Его у нас Подменит Страхини Иракович И Что еще Кто еще И Эндрик У нас тоже Присядет на лавочку Выдвинутый Форвард наш Потому что 6.54 В последних Пяти матчах Это не та оценка С которой он В принципе Может на поле выйти Самое смешное Что Лучше него На этой позиции Якобы справится Даже с Ветберг У которого Правда Тоже С оценкой Не все Так хорошо А выпустим Кому Нападающему Луку Дандреа Вот что Я вам Скажу У него Хорошая Средняя оценка Он может Он может играть Форварда Пусть Давайте посмотрим На него В этой роли Мне Как минимум Будет Интересно Здесь Хотя бы Можно поэкспериментировать И многими Нашими игроками Довольно Серьезно Интересуются Кстати говоря Надо будет Наверное В перерыве На сборной Переподписать С кем-нибудь Контракты У кого Отступные Рядом С ценой А то Уведут За бесценок И потом Ищи-свищи Замену Во-первых Каррейра Интересуется Аталанта Ну Понятное Дело Лига Европы Очень Скаутится Конечно же Ираковича Хотят Видеть В Айнтрахте В Хофенхайме Этце Тоже Айнтрахт И Бельтран Эвертон Вот по Бельтрану Надо будет Да Возможно В Эвертон Кстати Я его продам Но Чисто Только за Отступные Если С прочими Клубами И с прочих Лиг Я готов Договариваться Внутри Цены Которая Определена Как запрашиваемая То Ребят АПЛ Только За Отступные У них Слишком Много Бабок Чтобы Я с ними О чем-то Договаривался В этом Плане Ну Что ж Весь Остальной Состав Выглядит Вполне Себе В порядке Выходим На поле Итак Стартовые Составы Команд На ваших Экранах Ну С нашим Стартом Вы уже И так Достаточно Хорошо Знакомы У Алавеса Я думаю Вряд ли Найдутся Какие-то Знакомые Лица Хотя Да нет Никого Особ Знакомого Алавес На 13 Строчке Идет В принципе Команда Уже Которая Плюс-минус Потеряла Шансы Как и На борьбу За Еврокубки Но и При этом Из Ла Лиги В этом сезоне Не вылетит Несмотря На то Что Вроде По-моему Они только В этом сезоне Сюда Поднялись Ну Значит Грамотно Укрепились Грамотно Расставились И Вполне Незаслуженно Я думаю Остаются В Ла Лиге В этом сезоне Ну Хотя Правда А нет 9 очков 8 матчей Ну В принципе Да Вряд ли Они там Куда-то Вылетят Более того Они атакуют Наши ворота И это Удар И это Гол Мамардашвили Не Мне кажется Он все-таки На лавочку То сядет Есть у меня Подозрение Что После последнего Перерыва На сборной В этом сезоне Вот Который сейчас Будет Мамардашвили Сядет на лавку Вот Серьезно Потому что Ну сколько Уже можно Такие Плюхи Пускать Сейчас Еще один Да Он даже Не прыгнул Мяч Почти В створ Шел Полное Преимущество По Опасности Создаваемой И Ни хрена 0-1 От Не Не Сли А Это Что За Дуар Нет Это Не Спартаковский Кажется Я был Несколько Самонадеян Когда Говорил О том Что Это Четыре Победы Нам бы Хотя бы Первую Одержать Мы Вроде бы Насоздавали На 1xg Но Опасных Моментов С нашей Стороны Не было Ни одного Да У нас Центр Проваливается Бильтран Вообще Никакой Сегодня У нас 20 минут До конца Матча Осталось Я Чего-то В этой Жизни Не понимаю Походу Мы Либо Сдулись Либо Что-то Еще Но Слушайте Может В ничью Уже Хотя бы Сыграем А Так Мы Сейчас Чуть Второй Не Пропустили Вместо Того Чтобы Хоть Как-то Вот Знаете Мой Словарный Запас Состоящий Из Матерных Слов Довольно Обширен Но Даже Его Не Хватит Чтобы Прокомментировать Вот Это Вот Говно Серьезно А Ругаться Как-то Не Хочется Все-таки Не Совсем Прилично С самого Начала Серии Использовать Различные Многоэтажные Конструкции И что вы мне Предлагаете Делать с этими Паленьями Я Честно Не знаю Возможно Перерыв на сборной Даст им Какой-то Определенный Промежуток Для Восстановления Хотя В принципе Да По-моему Последний Месяц Полтора Мы Играем Через два Дня На третий Матчи Десять Подряд Возможно Просто Устали И наелись Но Но даже В таком Состоянии Оловес Обыгрывать Надо Ну что ж Теперь Поделаешь Не обыграли 0-1 И Походу Отдаем Мадридскому Реалу Вторую Строчку Жалко Печалька Ну Сэ ля ви Идем дальше Вы не поверите Но это Опять Случилось Просто Десяточка Из десяти Да Вы Это Видите На своих Экранах У нас Опять Из пяти Лучших Талантов Молодежной Академии Трое Из Эмиратов Боже мой Радует То Что Есть Испанец Правда Зовут Его Эль Миди Поэтому В его Испанских Корнях Я Несколько Сомневаюсь И Наконец-то Появился Француз С Хорошим Потенциалом Посмотрим Во что Он Вырастет Давайте Быстренько Глянем Какие Еще У нас Тут Национальности Представлены Есть Бразилец Очень Плохой Я Так Понимаю В Рио-де-Жанейро Хорошие Мальчики Отправляются Играть Футбол В Бразилии Плохих Мальчиков Сбрасывают Со Скалы Атлантические Океаны Потом Выносят Волной Куда-то На Пиренейский Полуостров Вот Это Вот Этот Вот Доплыл Так И Португалец Есть Тоже Не Очень Хороший Я Начнем С Еще Одного Ахмеда У меня Этих Ахмедов Уже Пол Состава Ну Молодежного Просто 10 из 10 Еще Один Ахмед Еще Один Вратарь Сколько Можно Их Производить Я Не Знаю Но Вот Ахмед Аль Мансури Опять Вратарь Которого В Воротах Незаметно Метр Семьдесят Восемь Угу Но Уже Неплохая Реакция Игра Руками Игра На выходах Взаимодействие С Защитниками Координация Ловкость С высотой Прыжка Понятное Дело Что Жопа Хе 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 С его Ростом В метр Семьдесят Восемь Еще Пытаться Подпрыгнуть Мне Кажется Корду Бы проще В ворота Поставить Чем Это Ладно Неважно Поехали Дальше Левый Полузащитник КПО Вот Да Кот Я тоже Думаю Что У нас Скоро Будет Сборная Арабских Эмиратов По футболу Еще Один Эмиратец Левый Полузащитник Оборонительного Плана Ахмед Аль-Шамси Ну По сути Левый Защитник Причем Опять же Слушайте Вот он Уже Довольно Таки Неплохой И Вот Зараза Зачем Ему Метр Девяносто Один Роста Мне кто Нить Может Объяснить Зачем Крайнему Защитнику Метр Девяносто Один Рост А вратарю Метр Семьдесят Восемь Их При генерации Перепутали Или что Тут я Как бы Ну А так В принципе Что у него Уже есть Хорошие навесы Отбор Техника Ускорение Даже Выносливости Хватает Не помрет В первые Полчаса Осталось Выкачивать Дриблинг И все прочее Но он Такой Больше Оборонительный Защитник Ну Вот Кстати Да Полузащитник Оборонительного Плана Фланговый Ну Что ж Добро Пожаловать В команду Еще один Ахмед Господи Далее Левый Атакующий Полузащитник Халет Аляхли Али Прошу Прощения Классический Вингер Левоногий Левша Да Левоногий Левша Я молодец Левоногий Левый Атакующий Полузащитник С хорошей Кстати Уже Скоростью Весьма Недурным Дриблингом И кое-какими Навесами То есть Уже Кое-что Умеет На поле В свои 15 лет Так Прошу Прощения Ко мне Тут Гости Да Халет Аляли 15-летний Ну В принципе Кстати Его подкачать И Из него Получится Что-то Более-менее Адекватное Я подозреваю Правда С завершением Атаки У него Все очень Плохо Но Подкачать Ему Пас И В принципе Можно Ставить Направо Переставленным Крайним На Поддержке Который Больше Пасы Раздает В принципе Довольно Таки Неплох Будет В этой Роле Дальше Центральный Защитник Эль Мехди Фалат Испанец А Ну Тогда Понятно Второе Гражданство Марокко Кстати У этих Второе Гражданство Есть Нет Ну Зараза Их опять Придется Ждать Сто лет Пока Их Можно Будет Зарегистрировать Или Слоты Для них Использовать В общем Ладно Правоногий Центральный Защитник Который Умеет Играть Исправа Ну Правда Скорость Ускорения Ему Надо Прокачивать И В центре Обороны Ну Это и так Понятно И в опорной Зоне А теперь Обратите Внимание Просто На его Менталку Это Бог Будущий Оборонительный Наш Правда С ростом Метр Восемьдесят Четыре Я бы его На самом деле Больше В опорной Зоне Использовал Подкачать Ему Немножко Пас И В целом Будет Такой Очень Очень Не дурной Волнорез Прямо Скажем И Физика У него Так Более Менее Правда Силу И скоростные Качества Нужно Еще Подкачивать Но В общем И целом Для 15 Лет Менталка Бомбовая И Наконец-то Правый Атакующий Полузащитник Эммануэль Шоле Француз Ну Кстати Он Больше Нападающий Таргетмен Кстати Метр 91 С игрой Головой 15 Высотой Прыжка 13 Силой 4 Как Как Достаточно Неплохая Скорость Кстати Местами Есть Техника Может Навесить И даже Отобрать Разноплановый Товарищ Я думаю Мы найдем Ему Применение Единственное Только У него Жесткий Недовес При росте Метра 91 Вес 69 Хотя Кто бы Говорил Да Вот Такие Вот У нас Элитные Таланты Ну Что Посмотрим Как Они Себя Проявят Единственное Что Правый Край Не пишет Что Инсайд Но Под Инсайда Ему Все Таки Левой Ноги Чуть Чуть Не Хватает Вот Слева Его Выпускать Инсайдом Это Да Но Его Туда Еще Учить 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 В общем Ладно Разберемся Я думаю Что То Из Этих Товарищей Вырастет А Если Не Вырастет Ну Куда Нибудь Их Сплавим Все Нормально В этом Плане Вот Такие Вот Вот Такая Молодежка Возвращаемся С международного Перерыва И пытаемся Не потерять Остатки Чести Достоинства И всего Чего Только Можно Чего Мы Так Усиленно Добивались В первой Половине Сезона В матче Против Валья Кано На Выезде Возможно К Неудовольствию Многих Но Мамардашвили Сохранит Своё место В стартовом Составе Ему Сегодня Придётся Очень Сильно Накосячить Чтобы Его Оценка Была Ниже Шести С половиной Для того Чтобы В следующем Матче На поле Вышел Матео Рицу Ну А так Хосе Фонтан Восстановился В стартовом Составе Кое Как Исправил Свою Оценку Зато Этот Самый Стартовый Состав Покидают Виллиот Свеберг Со Средней Оценки 6 58 Старте Делать Нечего Жуау Невиш Выедет Справа В атаке И Получается Эндрик Тоже Покидает Поле Вместо Него На Острие Я Выпущу Получается Теперь Хамаш Там Будет Пробоваться Вот Выпустим Бисека Сюда И Вместо Бельтрана В оборону У нас Выйдет Джозеф Айду Потому что Кордоба У нас Дико Устал В матчах Сборной Ему Требуется Отдых Ну вот Как-то Так Не думаю Надеюсь Это сработает Не сработает Ну Как бы Что поделать В стартовом составе Валья Кама Которая Тоже Штормит Присутствует Рауль Детома Который Является На текущий Момент Лучшим Бомбардиром Ла Лиги 26 мячей Настрелял Товарищ И Удержать Его Будет Довольно Сложно На самом Деле Но С другой Стороны Это Отличная Возможность Для Мамардашвили Накосячить Я Прямо Так Радуюсь Возможности Нашего Голкипера По-крупному Обделаться Такое Ощущение Как будто Я Не за Сельту Болею И Не Сельтой Руковожу Это Как-то Очень Странно Вот Собственные Первая Атака Валья Кана На исходе 14 минуты Подача Вынос Е-мое Нет Я конечно Понимал Что Без пропущенных Сегодня Явно Не обойдется Ну чтоб Так Просто Оставили Человека Одного Он Спокойно Принимает Мяч Обрабатывает И пушкой Укладывает В ворота Нашего Сегодняшнего Капитана Тоже мне Капитан Конечно Еще сейчас Угловой Будет Мамардашвили Выносит Серви Подобрал Сам Побежит В атаку Побежал И во фланг Устремился В свой Подождать Кого-нибудь Габри Вейга Слишком Отпускает Мяч Бесек В штангу Попадает Метров С тридцати Причем Каким-то Очень Дурацким Ударом Попадает Но Попадает Получилось Так Еще Одна Попытка Атаки От Вальякану Бесек Перехват Ну Кстати Хорош В опорной Зоне Захарян Принял Мяч На Грудь Хорошо Что Мяч Вейга Нет Не Дотянулся И Обратная Атака На Наши Ворота Унай Лопес Иси Полозон 2 0 31 Минута Что Происходит С нашей Командой Кто-нибудь Мне объяснит Если это Третье Поражение Подряд Я тактику Меняю Пошло Бо Оно Все Вот Серьезно Это Уже Как-то Вообще Не Прикольно Ни разу Да Нам Нужно Как-то Переломить Ход Матча Как Пока Неясно Незаметно Не Видно Невыш Вообще На поле Потерялся Хамаш Тоже Все Ходят По полю Как Потерянные Валиякану Чувствуют Себя Дома Как Своей Тарелки Без Меча Причем 60 на 40 Владение В нашу Пользу Толку От Этого Сгулькин Член Простите В раздевалку Проигрывать Нельзя Да В чем Дело Пацаны Это как Прям Ох Умардашвили Оценка 6,5 Давай Жора 6,4 Ты можешь Жоу Невыш Подача Со штрафного Вынос Бесек На подборе Хосе Фонтан Здесь же Вейга Что они тут Напридумывают Мне сейчас Карейра Попытался В обыгрыш Пойти Потерял Мяч Но вернул Его обратно Сам Серви Захарян Перекладина И даже Углового Не будет Зашибись Наша Атака Сегодня Прям Беззубий Некуда Невыш Уже На 5,9 Наиграл На 5,9 Угловой Подает Захарян Никто Не дотянулся Габри Вейга Не смог Отобрать Мяч РДТ И Вальяканова Новую Атаку Раскручивает Иси Полозон Давай Третий Ребят Когда я Говорил Что Из ТОП-3 Мы Не Вылетим И Что Мы Можем В принципе Смотреть В остатке Только На Лигу Европы Это не означало Что мы можем В чемпионате В принципе Бросить Играть Если нас Сейчас Вальякану Разгромит Я не знаю Что я с вами Сделаю Это Это Четвертый Каких-то Туров Пять Назад Мы Были Реальными Претендентами На Чемпионство Мда 2 по 2 по 0-4 Одно Из Которых От Вальякана И 0-1 От Лавеса Три матча Подряд Без Забитых Мечей Пора Что-то Менять Очень Даже Пора Вьетнамские Флэшбеки Опять Мадридский Реал В финале Кубка И опять На Ванди Метрополитано Боже Предчувствую Эпичное Шоу Ну что ж Вот такого Монстра Я Изобрел Для наших Следующих Матчей 4-3-2-1 Это Дело Называется Вфм Выглядит Это Как 4-1-2-2-1 Скорее Задумка В том Чтобы Это Выглядело Как 3-4-3 Да В принципе Роли игроков И Вся Тактическая Соль У вас На экранах Присутствует Можете поставить На паузу Да я В принципе Скорее всего Сейчас Немножко Подзадержусь С тем Чтобы Распределить Народ По полю Потому что Есть Товарищи Которым На поле Все-таки Не место Несмотря на то Что тактика Новая И людям К ней Надо Понемножку Привыкать Итак Во-первых Все же Мурдашвили Каким-то Чудом Держится На поле Он В прошлом Матче Как он 6-5 В прошлом Матче Получил Загадка Ладно В любом Случай Недолго Ему Осталось Карейра Поле Покинет 6-48 С такой Оценкой У меня На поле Не выходят Придется Сюда Отправить Я думаю Ираковича Сюда Придется Отправить А вместо Карейры В центр Выйдет Джозеф Айду Вот так Мы это Сделаем Дальше Следующая Замена В центре Поля У нас Не будет Вилета Светберга Ему Я предпочту Сантьяго Этце Вот так Я думаю И даже Наверное Бельтран Этце Надо Местами Поменять Есть У меня Подозрения Да Вот так Мы это Сделаем В атаке Захарян Дандре И Эндрик Но Эндрику На поле Я тоже Место Вряд ли Найду Сейчас Хотя А кого Выпускать Придется Экстренно Дебютировать И станю Супердроли Который Наконец-то Восстановился От травмы Вот вам И дебют Это называется А дебют Против кого Правильно Я думаю Все уже Прекрасно Прочитали Первый матч Против Герты На выезде Одна четвертая Лиги Европы Очень Такое Прекрасное Место Для Экспериментов Ну а что делать Надо как-то Выкручиваться Выживать И стараться Возвращаться На победные рельсы Ну что Вамус Виго Составы Играющих Команд Под гимн Лиги Европы Прекрасно я не ожидал на самом деле что время экспериментов придет так быстро но вот вам пожалуйста и до план на игру я тоже снес чертовой бабушки будем управлять своими руками всем мероприятием сантьяго с мячом бельтран назад передачу айду чуть не подставил бельтран конечно хорош в этом плане с подставами до андреа взял ударил так и не сказать чтобы удар то был плохой правда всего лишь на одну сотую xg окей ладно хорошо ну что ж поддавливаем пытаемся поддавливать герту это уже очень даже неплохо и мяч за нами искали разыгрывает с кордобой свободный и цепь опустился вниз вот вам пожалуйста скале кордоба и ци рядом пинеда открылся здесь же переключение флангов и ракович идет справа на захаря на хорошую передачу пытался отдать но захарян был немножко не в той позиции и заброс за на за спины наших защитников их не повезло но сейчас не повезло просто парашютик за уши мамардашвили и 1-0 счет становится в матче 2 в 3 вроде бы убегали но здесь кто на здесь и ракович кстати опять же как о чем тут делал кстати с другой стороны да да кот я тебя всячески поддерживаю ну что ж первая половина встречи позади и пока каких-то прям очевидных радостей я тут не наблюдаю после смены тактики давайте думать что делать переходим в раздевалку даем звездов и пожалуй что мы сделаем что мы сделаем так и станис педрола на поле потерялся это уже очевидно захарян скоро сдохнет кордоба и ракович тоже набегались так что я предлагаю что я предлагаю я предлагаю вместо педролы выпустить эндрика пусть исправляет свою оценку и и наверное пока что этого должно хватить дам в наступательном стиле поиграем да даже наверное уже можно и вот так идти да так будет даже наверное получше и что ж в стандартном нашем режиме следим 60 75 минуты как положено да вот у нас тут переживают арбелин пинеда заброс штрафную эндрик пытался пробить головой очень внезапно от эндрика эпичнейший прессинг в пять человек который довольно легко проходится но при этом герте чтобы пройти через центр поля нужно переключать фланги потому что достаточно быстро мы всю эту лавочку прикрываем скалли хорошо отобрал мяч но дальше ничего не произошло хорошего луки бакио прострел и айду сейчас просто спасает нас от второго гола наш скельдоруб уже готов был нам его укладывать так а кто здесь здесь захарян что то как то по моему наши центральные полузащитники высоковато располагаются в прессинге есть у меня подозрение ну ладно этим можно пренебречь так в тактике наверное какие то изменения внести явно нужно я подозреваю и ракович наелся вместо него выпускаем карреру также исправлять оценки да замену подтверждаем и готовимся к очередному опасному моменту так через крайнего защитника выход надо наверное дать установки на крайних защитников мы перехватили мяч пинеда идет в атаку сам захарян заброс вперед эндрик из-за спины у защитника выбраться не смог и контратака герты игра на каких-то встречных курсах почти без центрополя и ракович вынес головой и здесь перехватил а вот здесь герта допрессинговала почти чей опасный момент то будет на скосибар перекладина но мардашвили ни о чем вообще ни о чем так каррера на поле вышел и что у нас и пока все еще ничего и угловой у наших ворот еще вдобавок слава богу мимо так с 15 минут до конца что будем делать что будем делать джозеф айду должен поле покидать мы можем сделать максимум две замены ну точнее максимум то три но как всегда ну про запас то мы оставим айду я пожалуй с поля виганю правда кого вместо него выпускать кстати говоря это хороший вопрос потому что фонтан это роста не хват хотя нет фонтан в принципе более менее так ладно риск дело благородное поэтому айду мы меняем на фонтана кордоба у нас правша левша левша фонтан тоже левша два левши в центре обороны ты это прям эпично и по физике у нас просел захарян его надо сменить и выйдет габри вейга вместо него так ну и супер атаку 15 минут до конца я не буду отсиживаться в обороне надеюсь там 1-0 додержать до конца нет я не тот человек который этим будет заниматься главное чтоб сейчас не наш опасный момент был и отца бельтран рядом с ним габри вейга пинеда заброс вперед эндрик успеет не успеет успевает пустые ворота наконец-то главный хайповый вундеркинд этой игры забивает первый гол за сельту ну здесь все накоси порили на самом деле в обороне у герты так вот сейчас будет опасный момент или не будет не будет опасного момента 1-1 оставляют нас в игре да 1-1 оставляют нас в игре на следующий матч но но вот это вот 11 ударов один в створ надо будет немножечко еще тактику мне кажется пофиксить потому что с такой точностью ударов нас просто вынесут к чертовой бабушке да ну что ж на балаидусе шансы есть значит будем ждать ответного матча надеюсь на то что матч против хитафы будет немножко более такой хорошей площадкой тем более домашней для того чтобы до тестировать наконец то что мы сделали потому что хаотичный тест уровня здрасте я ваша тетя в четверть финале лиги европы ну как правило такие вещи ничему хорошему обычно не приводят поэтому давайте немножечко 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 да на более слабом сопернике это проверим и внесем изменения в состав а их должно быть ой как много во первых наконец-то обратно садится на лавку мамардашвили я надеюсь он больше с нее не слезет матео риццо выходит играть дальше на правом фланге обороны вместо каррейры у нас выйдет кто почему у нас скале не зарегистрирован а да я в бисека покупал да значит на правом фланге обороны выйдет и ракович снова в принципе он там не так уж что плохо играл а в центр мы выпускаем ну кордубу получается больше то особо некого дальше в центре поля светберг покидает расстановку вместо него выпускаем эдце я подозреваю эдце же да и вот как бы здесь уже в эйгу придется менять по умолчанию несмотря на то что у него средняя оценка выше чем у бильтра на эдце опять же их местами надо поменять просто потому что он не сыгран с ними обоими да и вместо выйги я сюда выпущу а кого бы сюда выпустить да господи господи захаряна вниз опускать мед целый ну такое себе я думаю хотя может быть и захаряна или невыша даже не знаю кого бы сюда засунуть ладно давайте захаряна немножко вниз припустим и тогда в эйга остается на поле невыша тоже надо менять у него выдался отвратительный матч его подменит кто лукад андреа и гонсало пасиенсию тоже на поле надо с поля надо убирать господи все как и не знаю эндрик выйдет на поле заслужил своим последним перфомансом вот в таком составе будем играть против хитафы да перетасовки конечно уровня ну а что делать стартовые составы команд на ваших экранах да хитафы в последних трех матчах которых мы с ними играли мы обыгрывали мы собственно три матча с ними и провели тоже можно сказать наш клиент примерно как и кадис но кадис в этом в этом году скорее всего вылетит обидно досадно шесть очков лишними не бывают в течение чемпионата ну ладно это все лирика нам нужно сейчас делать вещи как говорится и пока что безопасных моментов радует то что и хитафа к нашим воротам не сильно подходит владение примерно поровну полчаса прошло и ни хрена не происходит вообще ни разу если что мы на опасных моментах смотрим риццо хорошо на ираковича закинул ну иракович никуда не побежал бельтрам в центре поля а кого он там найти пытался слушайте то как пасуется бельтрам мне нравится с каждым сезоном все меньше и меньше честным вот он опять скинул назад а куда назад иракович к такой скидке готов не был заброс риццо забирает намертво жора бы уже пустил бабочку мне кажется аут вбрасываем это кордоба бисек фонтан хорошо вейга открылся под передачу от хосе фонтана прострел эндрик ну тут должен был быть гол но защитник хитафа хорошо вовремя подставился захарян исполнит угловой не получилось иракович дандреа сам идет назад на эце кто-нибудь что-нибудь придумает уже там слева фонтан понятно слева одинокого защитника не заметили так ну что ж более менее неплохо проводим первую половину осталось только прибавить в атакующих делах и все у нас будет замечательно единственно что конечно хитафы тоже по нашим воротам понастреляли чутка надо это как-то тоже наверное прекращать давайте в раздевалку дома в ничью играть я не естественно недоволен бисек почему-то напряженный какой-то ты чё напрягся то что у нас получается у нас получается что эндрик все-таки проседает 64 пассиенсия вместо него выйдет в перерыве кордубу ираковича скорее всего придется менять чуть-чуть попозже но с этим я разберусь и вроде бы вроде бы пока все единственное что ну наверное можно уже и вот так сделать играть пока что пока что просто в наступательном стиле поиграть да пожалуй это все изменения которые нас ждут на первую часть второго тайма так захарян подаст полуугловой кордуба не дотянулся до мяча но это подберет бельтран этце назад на ираковича попытка позиционной атаки иракович ну-ка что-нибудь сообразит здесь же бельтран проникающий пас не про ну почти прошел захарян вейга захарян сделал шикарный пас самому же себе чужого игрокам бельтран прострел в никуда по сенсию роняют по сенсию роняют и вполне возможно что даже сейчас в меньшинстве останется хитафы ну-ка ну-ка хитафы остается в меньшинстве нет настрой менять я не буду пасенсия разбегается забивает 1-0 наконец-то долго мы этого ждали очень даже долго первого забитого мяча за последние четыре матча ла лиги так шестидесятая минута приближается чем мы попочем хитафы на текущий момент мы мы кордобу заменим выйдет свеженький жозеф айду прошу пардон за звуки на заднем плане тут как всегда поздно вечером кому-то очень хочется помяукать мешает засранец записываться да айду выйдет и в принципе нам больше ничего особо то и не надо подтверждаем замену и ждем еще 15 минут как всегда может через фланги поиграть через правый у ираковича там место вагон и маленькая тележка захарян тут что-то на фланге обороны забыл бисек эце фонтан на левом краю на левом краю идет сам смещается ближе к центру назад на эце ну-ка посиенсия опять передача назад айду хороший заброс на дандра ну зачем ты мяч мяч то трогаешь сейчас отменят и все нет нет не отменят 20 слушайте это прям хорошо это прям замечательно получилось и давайте сразу внесем доп изменения чего у нас тут не хватает точнее кого у нас тут не хватает на у нас осталось три замены по факту две и мы их используем на бельтрана и захаряна вместо бельтрана я выпущу с ветберга а захаряна сменит жуау вот так центр поля поменяем нам подтверждаем тактические изменения и вперед айду очень неплохо забросил в полуфланг над андре прям очень неплохо 4 компенсированные минуты 2-0 слава богу вернулись на победные рельсы кое-как ну получилось же получилось вопросы о как же подставил защитник то свою команду две карточки за две минуты просто собрал это при том что нет он из стартового состава красавчик что я еще могу сказать просто красавчик ну что ж смена тактики хоть какие-то позитивные плоды принесла первая победа за довольно длительный промежуток в ла лиге что у нас происходит у нас происходит в итоге следующая картина мы все еще на третьем месте 31 очко 7 туров до конца у нас ну и естественно там уже плюс-минус все понятно до барселоны 15 очков это все это гг до мадрида три очка но у нас матч в запасе так что очков у нас поровну единственное у них конечно разница мячей сумасшедшая и нас по идее снизу подпирает реал соседат но у нас плюс 6 и 2 матча в запасе соответственно плюс 12 опять же за 7 матчей до конца это отыграть очень сложно почти невозможно но у нас сейчас это не сильно волнует угадайте почему правильно у нас впереди максимально решающие матчи ответная встреча четверть финала лиги европы против герты и наш любимый финал с мадридским реалом финал кубка короля дубль 2 попробуем сделать все что от нас зависит чтобы все было на высшем уровне а дальше куда кривая вывезет впрочем как всегда но эти матчи вы увидите уже в следующей серии поскольку на сегодня это все всем огромное спасибо за просмотры как всегда напоминаю что лайки комментарии подписки всячески приветствуются прожатый колокольчик не даст забыть о выходе следующий следующего видео следующей серии в принципе не даст забыть о событиях на канале в описании под видео есть пара полезных ссылок одна ведет наш телеграм-канал с помощью другой вы можете поддержать развитие нашего сообщества чеканной монетой каждой копеечки буду безусловно рад все всем еще раз огромное спасибо удачи и до встречи в следующем видео всем пока пока